Вам приходят новости. Создать в родном городе нечто особенное Сергей Питовский задумал летом 2013 года. Когда я отдыхал на юге со своей семьей, ребенок у меня ползал по маленькому лабиринту. И тогда я подумал, а почему в Ивельске нам не построить такой же лабиринт? Потом, немножко подумав, на второй день проснулся, я подумал, что, а может быть, кафе надо к этому лабиринту? А потом на третий день подумал, а может быть, Диснейленд сочинить в нашем небольшом городке? Сергей занялся поиском проекта, но ничего подходящего для реализации в малых городах России не нашлось. И тогда я решил рискнуть и все-таки показать и для себя понять, есть ли будущее у таких центров, как динозаврия, в маленьких городах России. И вот этот проект успешно сейчас он реализован. За полтора года в Ивельске, где население всего 23 тысячи человек, вырос большой детский центр динозаврия. Хотя средства пришлось поискать, но все сложилось удачно. На первом этапе Питовский принял участие в конкурсе проектов Московского фонда «Наше будущее». Призом стал беспроцентный займ – 5 миллионов рублей на 5 лет. На эти деньги предприниматель построил здание с кафе, залом-трансформером, который используется как диско- и кинозал, комнатой именинника, игровыми автоматами и лабиринтом для детей. Во главе всего – два друга-динозавра. Детям они сразу полюбились. Дина, папа, Дина, мама, Дина, вся семья. Дина, дядя, дина, дядя, динозавр и я. Здесь есть карусели и кафе, и динозавры поют. Мы тут сами в первый раз. И вот мы вот пришли в этот вот как лабиринт, и нам тут очень понравилось. Очень интересно привести группу детей, как бы организовать их отдых здесь. Спустя год Сергей Питовский принимает участие в другом конкурсе – областном – и выигрывает грант на развитие социально ориентированного бизнеса. 850 тысяч рублей были направлены на строительство автогородка. Летом правила дорожного движения дети изучают, катаясь на роликах, машинках и велосипедах. А в холодное время года – на коньках. Для детей очень мало таких мест у нас в городе. Как бы этот большой такой центр, интересный, все разыграно так в сказочном варианте. Площадь большая. Любопытно, что за деятельностью обычного предпринимателя из Вельска следит вся страна. У его блога несколько тысяч подписчиков. В нем Сергей не только детально описывает этапы строительства центра, но и делится опытом по решению проблем, с которыми сталкиваются малые города России. И самое интересное, что я в блоге писал, приезжал к нам губернатор Игорь Анатольевич Орлов. И люди из малых городов удивились вниманию областного правительства, непосредственно губернатора, к нашему проекту, что у нас это невозможно. И сейчас, опять же, мне звонят с Владивостока, позвонили, девушка позвонила и сказала, что мы на прием к губернатору идем, можно мы вас, Архангельскую область, вас и как губернатор к вам приезжал, можно мы в пример поставим, чтобы и наш губернатор, может быть, также внимание обратил и нам помог каким-то образом. Кстати, останавливаться на достигнутом предприниматель не собирается. Для малышей в развлекательном центре есть все. Пришло время организовать досуг подростков и взрослого населения, говорит Сергей. Эти идеи он также намерен реализовать максимум через год.